Музейный комплекс «Северская домна» вновь открывает свои двери для всех желающих окунуться в историю создания металлургии на Урале, а также в историю города Полевского. В этом году это особое мероприятие, приурочено к предстоящему 300-летнему юбилею нашего города. Уже на входе гостей музея радушно встречает инструментальный ансамбль «Изумруд». Ночь музея в Северской домне – это одно из самых массовых мероприятий, что говорит о том, что у людей есть большой интерес к искусству. Можно без преувеличения сказать, что именно здесь находится один из культурных центров города. Бережно хранят и приумножают активы музея работники Северского трубного завода. Одна из прекраснейших традиций, которая родилась в последнее время – это ночь музея. У нас работают прекрасные люди, специалисты своего дела, которые способны организовывать вот такие праздники. Вы посмотрите, как сегодня многолюдно, сколько площадок, как выглядят наши экспонаты. Надо к чести сказать, что мы каждый год с вами добавляем экспозиции нашего музея. В этом году прекрасная выставка молокитовых изделий. В этом году мы с вами к профессиональному празднику откроем еще одну экспозицию. Это будет «Кричный молот». Это то, с чего начинался завод. То есть мы приумножаем богатство нашего музея, в общем-то восстанавливая, мы пытаемся сохранить историю. И естественно, вот на такой площадке, которую мы с вами сделали, можно сказать, своими руками, восстановили то, что предыдущие поколения сделали. Мы с вами, по сути, за последние буквально годы, за 10 лет, вот музей превратили в очень посещаемое место. Зайдя в старинный доменный цех, словно на машине времени оказываешься у истоков тех времен, когда было создано доменное производство. И вот оно под бурные овации зрителей оживает и открывает свои секреты. Это поистине завораживающее зрелище. В других уголках Северской домной в этом году было создано еще три инсталляции. Тени сказов, где представлены герои малахитовой шкатулки Павла Петровича Бажова. Индустриальный город, где оживали картины уральских художников из коллекции Екатеринбургской галереи. И еще одна инсталляция – воспоминания старого стана. Здесь можно познакомиться с коллекцией фонда музея. Я узнал о такой возможности посидеть музей в такую замечательную ночь. В общем, меня она сразу привлекла. Меня очень поразило разнообразие всяких экспериментов, которые здесь можно проводить. Можно пойти посмотреть одну сценку, можно послушать, как читают стихи. В общем, можно повысить уровень своего образования в плане исторического, знания своего города. Это очень уникальная возможность, я считаю. Ведь каждый должен знать историю своего города. Откуда он родился, где жили его прародители, можно так сказать. Мне очень нравится здесь. Мне нравится организация, то, что к 300-летию города сделали такой большой, масштабный праздник. Очень много разной информации, очень все массово выглядит. Посмотрите вокруг, как много народу. Нам, вернее, не нам, а организаторам удалось привлечь народ. Я не могу выделить что-то одно. Нравится вся композиция этого праздника в целом. Очень круто здесь. На одной из площадок выступают артисты Свердловского государственного академического театра драмы. Под аккомпанемент флейты и арфы звучат стихи и произведения Павла Петровича Бажова. Теперь этой тропы не знатка, а старики от дедов своих слыхали. Будто ранита, видно было. Широкая слышка тропа была. Чисто трахт какой. Без канав только. Большой интерес у посетителей вызвал тур виртуальной реальности. С помощью 3D-очков каждый мог прогуляться по Северскому трубному заводу и даже побывать в кабине машиниста скоростного поезда «Ласточка». Как же много нового можно сегодня узнать, попробовать. Мы, наверное, с первого раза, как только была первая ночь музеев, мы были всей семьей. Сегодня тоже всей семьей. Семья ушла на инсталляцию, я осталась здесь, потому что не попала. Мы приходим каждый год. Каждый год мы видим что-то новое. Сегодня нам понравились вот эти инсталляции, которые новые. Малахитовая, Россыпь, очень понравилось. То, что можно посмотреть костюмы вот этих девки-азовки. Можно сфотографироваться везде. То есть инсталляции очень красивые. Мы, конечно, под большим впечатлением и вообще от комплекса музейного, ну и, соответственно, от того мероприятия, которое сегодня проходит. Мы еще принимали с дочерью непосредственное участие. Она у меня читала стихи здесь, былину собственного, в принципе, сочинения. Ну и, конечно, вот инсталляции, как сказала уже Вера, да, то есть они, конечно, производят большое впечатление. Работники музейного комплекса «Северская домна» постарались сделать эту ночь особенной и запоминающейся для гостей. Этому мероприятию предшествовала тщательная подготовка. Как результат – огромное количество положительных отзывов, которые с трудом поместились на этой стене. Очень старались, чтобы это запомнилось в первую очередь полевчанам, металлургам. Ну и, опять же, повторюсь, наверное, что 300 лет – круглая дата, и это определило в целом комплекс таких мероприятий. Многие подходили, даже не знали, куда первым делом подойти, то ли к изумительному ансамблю «Изумруд». Виртуозное, потрясающее исполнение. Я не знаю, слышала ли такое исполнение полевской. То есть это действительно очень многих удивило, что народные инструменты могут играть так потрясающе. Ну и на площади город Малахитовых легенд, литературно-поэтический вечер. Замечательные артисты театра драмы вместе с филармонией, с артистами филармонии, вместе с ребятами нашими, полевскими, исполняют произведения Бажова, читают стихи о полевском, читают отрывки сказок Павла Петровича. И, конечно, это потрясающе. И вот такая вот атмосфера всеобщего единения на этой ночи музеев, она присутствовала. Поэтому я думаю, что наша ночь удалась. Музейный комплекс «Северская домна» уже широко известен на областном уровне. Два года подряд был отмечен за участие в акции «Ночь музеев». Сегодня специально, чтобы побывать на акции «Ночь музеев», в Полевской приехала заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина. Масса эмоций, восторга, восхищения, удивления тем, что мне сегодня здесь пришлось увидеть. Ну, безусловно, в первую очередь бережное отношение к тем артефактам, памятникам индустриального наследия, которые здесь лежат в Полевском. А то, что сегодня могут позавидовать любые у нас на территории Свердловской области, очень же много памятников. Но в том состоянии он находится здесь, как его бережно сохраняют, это просто вне всякого сомнения. Это первое. Второе. Насколько сегодня здесь вписаны, сложены территории завода, как они реконструированы. И история завода, вот в том месте, где мы с вами находимся, каким образом она очень аккуратно встроена вот в этот контекст, в эти площадки. И что самое главное сегодня, при постоянной экспозиции, которая здесь находится, настолько гармоничный, интересный зал, где можно располагать любые экспозиции, по-любому выстраивать экспозиционные пространства. Программа «Дом на зеленкамне» проходила до часу ночи. За это время ее посетили более двух тысяч человек. Промышленных предприятий очень много, но далеко не везде так бережно сохранилась история. Но на Северском трубном заводе обещают, что и дальше будут продолжать открывать ее неизведанные страницы. Игорь Соколов, Сергей Чижов. Новости. Твой день.